На прошлой неделе в полицию обратилась Саровчанка, сын которой украл её кредитную карту и снял 40 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». По этой же статье будут привлекать воришку, который угнал из подъезда дома на Куйбышева, велосипед. Стоимость велосипеда оценивается в 15 тысяч рублей. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Даже если вы отлучаетесь на несколько минут, ваш велосипед должен быть пристёгнут либо замком, либо прочими удерживающими устройствами. При этом все быстросъёмные детали нужно тоже забирать с собой. Если ваш велосипед украли, сразу звоните в полицию, запишите время кражи, осмотрите место, в том числе на наличие видеокамер. Визит в кафе закончился для Саровчанина происшествием. 6 апреля зарегистрировано сообщение от медсестры приёмного покоя КБ-50 о том, что к ним с телесными повреждениями обратился гражданин 2002 года рождения. Со слов, телесные повреждения были получены в кафе. Диагноз, поставленный в КБ-50 – перелом костей носа без смещения и ушибы мягких тканей. По данному факту проводится проверка. В этом же кафе неизвестный распылил перцовый баллончик другому посетителю в лицо. На прошлой неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали одно ДТП с пострадавшим. Им стал 14-летний подросток, который переходил дорогу у дома 12 по улице Академика Харитона. Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода 2010 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но при этом не спешился с самоката без электродвигателя. Пешеход получил телесные повреждения, после осмотра врачом был отпущен домой. Госавтоинспекторы напоминают, что необходимо спешиваться с велосипедов и самокатов при переходе через дорогу. Соблюдайте правила дорожного движения, не подвергайте опасности себя и водителей. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.